Равнины Все в Библии найдешь Раскроешь и тебя не оторвешь Этой книги правдивей нет И старый млад найдет ответ И льется на нас прямо с небес Великой истории Божественный свет Блудный сын Давным-давно ходил Иисус по земле И учил людей, как быть добрыми друг с другом И как любить Бога Многие слушали и учились на его историях Но некоторые их не понимали и задавали вопрос Ничего не понимаю Чего он нам тут рассказывает Что ты делаешь, Иисус? Ты с грешниками сидишь Как ты можешь быть учителем, посланным Богом? Если ты сидишь с мытарем, сборщиком налогов Эти люди берут наши деньги и отдают их римскому императору Мы даже слышали, что ты ешь с этими людьми Они же отвернулись от Бога Я уверен, что это противно Богу Почему же ты делаешь это? Все люди дороги Господу Сейчас я расскажу вам одну историю Когда-то жил пастух, у которого было сотня овец Но как-то он потерял одну из них Иисус рассказал им, как сильно пастух хотел, чтобы все его овцы были в целости и сохранности Он долго искал пропавшую овцу И, наконец, наступил день Когда пастух устроил большой праздник, потому что он нашел то, что потерял Но Иисус, пастух, просто выполнял свою работу В небесах радуются больше за того, кто потерялся и найден Кто изменяет свою жизнь ради Бога Чем за девяносто девять человек, которым незачем меняться Иисус рассказал о женщине с десятью серебряниками Один из которых она потеряла Когда она обнаружила, что потеряла одну монету Она сильно опечалилась Всю ночь она искала потерянную монету Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом рассказала своим друзьям, и они порадовались Потому что она нашла то, что потеряла Таково чувство Бога к людям В небесах ангелы поют каждый раз, когда человек говорит, что он верит в Бога И хочет жить по божеским законам Но, Иисус, в твоих историях и пастух, и женщина потеряли ценные вещи А все грешники, особенно сборщики налогов, никчемные плохие людишки Тогда еще одна история История о прощении и любви Жил когда-то человек, который был зажиточным крестьянином И любящим отцом Отец пытался научить детей ценить и берементировать Спасибо, Рубин! А где твой? Ах, брат Вениамин Даже несмотря на то, что его сыновья были очень разными Любил он их одинаково Отец надеялся, что они вырастут трудолюбивыми земледельцами Но младший сын тайком мечтал о дальних странах Он не хотел работать на земле своего отца И, наконец, сын окончательно решил уйти из дома Отец, прошлой ночью мне приснился чудесный сон Правда? Какой же? Я ехал через город на самом прекрасном скакуне Да, пора съездить в город за мотыгами Все восхищались мной, потому что я был красив, умен и богат Да ведь ты такой есть Отец, крестьянская жизнь хороша для тебя Ты пахарь, но мне она не подходит Я должен заниматься чем-то другим Может быть, путешествовать? Ты что, уходишь из дома? Да, ты ведь обещал моему брату и мне наследство, деньги Но они для твоего будущего Пожалуйста, отец, дай мою долю сейчас Мне очень хочется повидать весь мир Но отец не хотел, чтобы его сын уезжал Он бы очень по нему скучал Спасибо, отец Я богат? Эй, это несправедливо Вениамин не имеет права взять деньги и уехать А, он это хочет и может так сделать Не беспокойся о хозяйстве, отец Рубим же остается Но я люблю тебя Я буду по тебе скучать Обо мне не беспокойся Я ведь повидаю мир Попрощайся с братом, Рубим Отец мог только надеяться, что когда-нибудь вновь увидит своего сына Больше не будет грязных рук, боли в спине Никакой работы Разве это не восхитительно? Сын впервые попал в большой город И поэтому хотел купить все, что видели его глаза Ну что ж, сам виноват А мне нужно было, чтобы все видели, как я скачу на великолепной лошади 37, 38, 39, 40 Ты купил самую отличную лошадь из моих У меня все должно быть лучше А этот мул тебе больше не нужен? Мул нет, он напоминает мне о хозяйстве отца Ни одна из моих лошадей не стоит 40 монет А этот мул стоит вдвое дороже Ха, глупцу безразлично, на что тратить отцовские деньги О, я вижу еще кое-что Мне это нужно купить Мне безразлично, сколько это стоит Меня сегодня должны видеть во всем блеске роскоши О, я вижу, что это стоит Ой-ой-ой, лошадка Ой-ой, лошадка! Ой-ой-ой, лошадка! Отец, я пересчитал и записал весь наш скот. Спасибо, Рубин. Это большая работа. Я только что думал о твоем брате. Уверен, что ты скучаешь, как и я. А сын все еще бездумно тратил деньги. Извините, вам придется уйти. Меня ждут клиенты. Простите, господин. Так вам будет удобнее. Парень все еще думал только о своих удовольствиях. Дамы и господа, для вашего развлечения Виера и его забавная мартышка. Я должен ее получить. Дамы и господин. Дамы и господин. Дамы и господин. Извините, господин, но вы уже живете здесь целую неделю. Как насчет оплаты? Тебя интересуют только деньги. Вон, убирайся отсюда! Вот это за твои долги! Вениамин остался один, раздетый и голодным. Что же мне теперь делать? Впервые в жизни ему пришлось выпрашивать еду. Нет, бесплатной еды нет. Парень был так голоден, что согласен был даже на работу, любую работу. Но единственная работа, которую он мог найти, была и самая грязная. Осторожней! Не превращайтесь в свиней. Я так хочу есть. Спасибо, свинка. Я так глупо себя вел. Свинарник хорош только для свиней. Но не для меня. На ферме отца Даши у паденщиков было достаточно еды и места, где они спали. А если я вернусь домой? Но отец не захочет принять такого сына после всего, что я сделал. Но хуже, чем здесь не будет. Я смогу работать и на ферме отца. Если он, конечно, когда-нибудь даст мне эту работу. И сын решил вернуться домой. Он надеялся, что отец не выгонит его. Слава Богу, он вернулся. Господин, ваш сын возвращается домой. Вениамин, мой сын вернулся. Мой брат вернулся? Это очень плохая идея. Отец даже не захочет разговаривать со мной. Ого, слишком поздно. Он меня увидел. Прости, отец, за все, что я сделал. Я прошу только работу на твоем поле. Меня не следует даже сыном называть. Ага, добро пожаловать, добро пожаловать домой. Я так рад, что ты жив и здоров. Что? Давай устроим пир. Отец, я не понимаю. Приготовьте угощение. Позовите музыкантов. Мой сын вернулся домой. Но старший сын завидовал своему брату. О, прочь с дороги. Скажи, Рувим, плакат висит прямо? Нет, криво. Все не так. Отец обрадовался возвращению сына. И сын понял, как сильно любил его отец. Я покинул свой дом и стратил все деньги. И превратился в раба с разбитым от горя сердцем, пока не попал снова в объятия отца. Так хорошо быть снова дома. Не скитаться больше по свету. Я никуда больше не уйду. Так хорошо оказаться снова дома. Мой мальчик вернулся. И это праздник. Накройте столы, приготовьте еду. Смотрите, как я пляшу в этот благословенный день. Так хорошо, что он вернулся домой насовсем. Мой заблудший сын снова дома. Он больше не будет скитаться по свету, словно ветер. Мне все равно, где он был. Мой заблудший сын снова дома. Никогда не думал, что мой отец примет такого парня, как я. Мне трудно поверить, что в мою честь устроят такой пир. Мой заблудший сын снова дома. Он больше не будет скитаться по свету, словно ветер. Мне все равно, где он был. Мой заблудший сын снова дома. Так хорошо снова оказаться дома. Я больше не буду скитаться по свету. Я не вернусь туда, где побывал. Так хорошо снова быть дома. Мой заблудший сын снова дома. А где Рувин? Мы не можем праздновать без него. Хм. Ты ушел с пира в честь Вениамина? Я туда не пойду. Это нечестно. Отец, я остался дома и помогал тебе на ферме. Но ты никогда не устраивал такой пир для меня. Но стоило моему ленивому братцу вернуться, тут и пир горой. Сын мой, я устрою пир в твою честь, когда ты захочешь. Я всем сердцем люблю тебя. Но сегодня особый день. Твой брат Вениамин вернулся. Это как дерево, которое мы посадили, когда вы были маленькими. Зимой оно голое, и кажется, что оно погибло. Но весной оно снова оживает. Я счастлив потому, что считал своего сына погибшим. Но это не так, и теперь он с нами. Пойдем со мной, будем праздновать. На помощь! Рувим! Я был плохим братом. Простишь ли ты меня когда-нибудь? Добро пожаловать домой, брат! Отец подобен Богу. Он полон радости и прощений, когда кто-то решается идти по его стопам. Не важно, что мы сделали, кем бы мы ни были, Бог всегда будет любить нас. Ты нас не убедил. Бог прощает даже фарисеев. В тот день все слушали другие истории Иисуса и узнали, как Бог ценит каждого ребенка, каждого мужчину, каждую женщину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok